Итак, друзья, если созданный вариант походки в данный момент вас устраивает, то мы можем приступить, скажем так, к ее доработке, сглаживанию графиков анимации в верхней части туловища. Если вас что-то не устраивает, вы продолжаете менять позы персонажа и выстраивая походку таким образом, каким вы хотите ее видеть. Я на данном этапе остановлюсь и давайте приступим к сглаживанию графиков верхней группы. Давайте начнем с головы. Выберем контроллер головы. Для удобства Visual Selector включим. Показать F-кривые. И давайте начнем. Так, по позициям у нас, в принципе, анимации не было. У нас шло только вращение. Поскольку у нас с вами в дальнейшем будет цикл, то давайте мы сделаем так. Проверим координаты по каждой оси в нулевом кадре и в 24. Так, здесь 0, здесь 0. Совпадает. В принципе, здесь можно ничего не трогать. Вращение Y. Вот по Y мы можем удалить все вот эти вот ключи. Тем самым сгладив график. И посмотрим, что мы имеем по Z. Так, минус 2. Давайте здесь тоже сделаем минус 2. Так, и первый и последний кадр. 0, 0. Очень хорошо. Теперь давайте начнем с парных контроллеров. Значит, контроллеры ключиц, вот они в виде таких многоугольников, мы с вами не трогали. Мы с вами работали с плечами. Или же давайте прежде, чем приступить к работе с плечами, поработаем с контроллером груди. Так, показать F-кривые. Что мы имеем здесь? То же самое. Смотрим тока вращения. Мы вращали по оси Z. Вот у нас есть такие вот промежуточные кадры, которые мы, в принципе, с вами можем удалить. Очень хорошо. Так, ну все. Теперь вот, пожалуй, и перейдем к парным контроллерам. Здесь нам будет опять немножко сложновато, но потихоньку справимся. Снимаем. Показывать все кривые. Позицию мы с вами не трогали. Давайте начнем с вращения. Посмотрим вращение по оси X у левого контроллера и вращение по оси X у правого контроллера. Немножко увеличим масштаб графика колесико. Вот мы видим, здесь у нас имеются обратные параболы. В принципе, вот здесь вот эти средние ключи мы можем удалить. Очень хорошо. Здесь график полностью совпадает. И вот здесь тоже ключи мы можем удалить. Вот здесь давайте сделаем ровные числа. Так, стоп, цитрил, зет. Ага, ближе к 11 надо. Тут 10,781. 11 сделаем. Здесь. И здесь. А, здесь у нас 5,5 и 9. Округлим до 6. Округлим до 6. Так, здесь округлим до 11. Здесь снова округлим до 6. Амплитуда колебаний немножко разная. Но это и хорошо. Давайте здесь трогать не будем. И проверим начальные и конечные точки. Вот у нас не совпадает. Здесь мы исправили 11. И здесь нам тогда надо уже выставить 11. Так, здесь у нас 6. И здесь надо сделать ровно 6. Потому что когда мы с вами продолжим цикл, у нас вот здесь вот кривая должна идти ровно. Так, ну что ж, хорошо. Перейдем к вращению по оси Y. Так. Так, ну здесь все проще. Здесь можно удалить промежуточные кадры. С этой стороны и с этой. Давайте проверим начало и конец. Так. Минус 84. А, минус 34, извиняюсь. Округлим до ровной цифры. Здесь минус 50. Так, здесь 50. Здесь 34. Минус 34. И здесь минус 50. Так, хорошо. Немножко руки у нас двигаются асинхронно. Это тоже неплохо. Придает немножко жизни нашему персонажу, чтобы он не двигался совсем симметрично. Так, и теперь давайте посмотрим вращение по Z. По оси Z. Здесь, в принципе, тоже все просто. Удаляем вот эти вот промежуточные ключи. С обеих сторон. И выравниваем начало и конец. Так, 41. Целую цифру поставим. Здесь у нас минус 53. Так, 53. Минус 41. Так, начало минус 53. Конец. Тоже целая цифра. Минус 53. И то же самое с этой стороны. Так, 41. И 41. Отлично. Переходим к контроллерам локтей. Показать F-кривые. Давайте на всякий случай проверим позиции. Вот мы видим, что позиции мы не трогали. И у нас идет только вращение. Выбираем вращение по оси X у левого контроллера. И вращение по оси X у правого контроллера. Давайте немножко увеличим масштаб. Используя колесико. И удалим промежуточные ключи в этой точке графика. И здесь. То есть, вот очень удобно, когда вы работаете с парными графиками. И выбираете одни и те же оси. Вы можете сравнивать. То есть, вот давайте сравним отдельно. Вращение по оси X у левого контроллера. Вот мы видим оно. Имеется парабола. Начало от нулевого до двенадцатого. И затем вращение идет в другую сторону. И вращение по оси X у правого контроллера. Здесь то же самое. Вращение начинается только с двенадцатого кадра. И к двадцать четвертому разворачивается в другую сторону. Так. Значит, теперь по отдельности давайте-ка выровним. Ноль. Ноль. И вот здесь вот тоже ноль. Ноль. Уберем вращение по оси Y. Чтобы добавить ось, зажимаем кнопку контролл. И выбираем нужную нам ось с противоположной стороны. Так. Вот здесь у нас графики идут. Получается зеркально немножко друг от друга. Если здесь пологая часть, то пологая часть у второго графика она вот здесь. Так. Значит, давайте сделаем следующее. удалим промежуточные кадры. Вот здесь вот. И вот здесь вот. Все. Отлично. И единственное, давайте поставим снова целые числа на каждом графике. Так. 17,9. Округлим до 18. Здесь можно поставить единицу. 26. Так. 80. И тут 18. То же самое проделаем здесь. Так. Минус 26. Минус 80. Так. Я округляю как бы в большую сторону. Минус 18. Минус 1. Так. Но единственное, нам надо вот контролировать, и чтобы начало и конец у вас совпадало. Вот у меня в начале здесь минус 26. Да. И здесь надо поставить тоже минус 26. Здесь проверим. 18, 18. Все совпадает. Чтобы у нас был ровный цикл. И так у нас осталась теперь ось Z. Давайте увеличим график. Здесь у нас точно такая же ситуация. Удалим крайние точки здесь. То есть не крайние, а промежуточные. И вот здесь. И каждый график теперь выровним отдельно. Так. Значит, 0. Здесь целое число. Минус 7. Так. 0. Минус 2. И 0. Выбираем ось Z вращения у правого контроллера. И проделываем ту же самую процедуру. Ну что ж. Мы с вами провели сглаживание всех основных контроллеров. Давайте просмотрим на конечный результат данной походки. Зайдем во вкладку представления. И сменим на затенение гура. Давайте зайдем теперь в слои. И скроем контроль объекты. Снимем со всего выделения. Выставим персонаж, наверное, опять вот в 3 четверти оборота начнем. И посмотрим. Обратите внимание, насколько мягко начала двигаться кисть, локоть. На данном этапе походку можно считать законченной. Но опять я хочу сказать самое главное, что характер походки зависит от того, как вы ее выстраиваете. Если вы руки приведете ближе или ниже, измените амплитуду шага, измените колебания таза и так далее, то вы получите именно ту походку, которую хотите вы. Когда вы оцениваете, скажем так, данный результат, вот именно сейчас, который я сделал, показал вам, вы помните о том, что это делал я. А когда вы будете создавать свое, ваш результат будет совершенно другим. Моя задача показать вам, как всегда, именно принцип работы в 3D пакете. В данном случае мы работаем с вами в программе Cinema 4D. Сохраните теперь данный файл. Я предлагаю его вообще сохранить в отдельную папку. Почему? Потому что после того, как мы с вами создадим несколько вариантов походки, мы потом сделаем зацикливание анимации. И я покажу, как данные движения сохранять в виде анимационных треков, которые вы можете скапливать в свою отдельную библиотеку движений для персонажа. И в следующий раз, когда захотите применить тот или иной стиль походки или какое-то анимационное движение, вам достаточно будет просто его достать из библиотеки и вставить во вкладку треков движения. Ну что ж, образец данного файла я оставлю в ссылочку под видео. Если нравится палец вверх, не нравится палец вниз, голосуйте, пишите свои комментарии, пишите отзывы, советуйте канал своим друзьям. И всем творческих успехов! До новых встреч!